Добрый день! Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск третьего сезона истории средних веков, в котором мы говорим о Донормандской Британии. И это бонусный выпуск, потому что говорить мы будем не об истории Англии, а об истории Уэльса. Значит, речь пойдет, соответственно, о королевских бритах, которые существовали на территории Уэльса. О них мы косвенно иногда упоминали в предыдущих выпусках истории Англии. А вот натолкнуть на мысль, сделать этот бонусный выпуск, меня натолкнули две главы из истории Англии и Уэльса Моргана Оуэна, изданной в конце 19 века. Хотя, собственно, о Уэльсе там фрагмент довольно небольшой. Но из этой вот идеи родилась довольно красивая история в духе Властелина Колец. Но для того, чтобы понять, почему я называю условно этот выпуск «Возвращение короля», нужно его досмотреть и дослушать до конца. Также я напоминаю, что у меня есть канал, вернее, сообщество на сайте Patron. Patron.com касая VAL-KHO-KHLOV. На этом сайте вы можете поддержать мою работу, подписавшись на ежемесячное пожертвование, на символическую сумму. И также не забывайте подписываться на мой канал в YouTube VAL-KHO-KHLOV. Собственно, история, о которой пойдет речь, начинается еще в римские времена. Здесь я беру сведения из Википедии. Согласно легенде, при императоре Магни Максиме был Подарн Ап Тегид. Частица Ап, которая будет нам встречаться часто в этом выпуске, значит, она соответствует отчеству. То есть, это значит Подарн Сын Тегида. Возможно, это вот латинское имя было Паттернус Сын Тацита. Ну, это вот как гипотеза. И этот человек воевал на севере Британии с пиктами. Соответственно, в римские времена. И там родился его внук Кунеда Ап Эдерн. Это было в начале V века. Как раз вот, когда римляне уходили из Британии. И Кунеда со своими людьми отправился на юго-запад, в район нынешнего Северного Уэльса, отражать набеги ирландцев на Британию. Этот Кунеда, согласно легенде, основал королевство Гвиннет. И стал родоначальником королевского дома, с которым так или иначе будет связано дальнейшее повествование. Внуком Кунеды был Кадвалон I. Это имя встречается уже у гилды. То есть, в письменном источнике. И мы переходим из мира полулегендарного в мир исторический. Далее власть получил в Уэльсе Майл Гун. Он носил титул Верховного Короля. Этот термин нам тоже встретится несколько раз. И у меня есть предположение, это вот моя личная гипотеза, что вот слово король у Бритов означало не то, что мы привыкли понимать под словом король, а скорее оно соответствовало титул князь у славян. И поэтому там королей было много. Так же, как в Ирландии, так же, как в Британии. Вот титул король, это был некоторый такой вождь определенной группы, племени, сообщества. А вот Верховный Король, это был аналог, с моей точки зрения, титула Великий Князь. То есть, первый среди равных, но не такой суверен, как это понимается нами в случае титула Королевского уже в более позднем Средневековье. Значит, и вот я эту гипотезу, собственно, выдвинул, потому что я то же самое видел в Британии. Ну, читал об этом, что то же самое было в Британии, а иначе сложно объяснить, почему вот такие титулы короля, они встречаются многократно. Вероятно, так же, что этот Маагун был сын Кадвалона Первого. Далее мы можем вполне однозначно от отца к сыну проследить линию от Маагуна до Кадвалона Абкадвана, или же Кадвалона Второго, который правил примерно на век позже. Кадвалон Второй нам встречался в выпусках 2 и 3. Вот именно этот правитель положил конец экспансии короля Нортумбрии Эдвина на земли Бритов. Далее Кадвалон вошел в союз с Пендой, и они совместными усилиями одержали победу в битве при Хэтфилд Чейз. Это 632 год. Эдвин в этом сражении погиб. А Пенда стал с тех пор играть ключевую роль в англосаксонском мире. Это было началом возвышения Мерсии, хотя еще примерно 50 лет сохраняется определенный баланс между Мерсией и Нортумбрией. А вот Кадвалон в следующем 633 году пошел в поход на Бернисию. Он убил короля этого королевства Энфрита, но затем был разбит братом Энфрита. И сам Кадвалон погиб в бою. Вот этот Кадвалон II, как считают историки, был последним великим королем бритов, способным противостоять экспансии англосаксов. В Гвиннаде, то есть на севере, у Эльса продолжали править потомки Кадвалона из того же королевского дома Куннаде. К юго-востоку от Гвиннада лежало еще одно королевство бритов Поуис. Вот эти земли были вытянуты с севера на юг вдоль границы с английской Мерсией. А на юге у Эльса было несколько королевств. Сейчас для нас важны два. Это Кередигион, назван в честь Кередига, сына Куннады. А позднее стал называться Сейсиулуг. Это королевство было вытянуто вдоль моря, к югу от Гвиннада. То есть она находилась на западе у Эльса и к юго-западу от Поуиса. А на самом юго-западе, на таком полуострове, как бы лежало королевство Дивет. А на юго-востоке там был еще ряд небольших королевств, с которыми мы сейчас не встретимся. Значит, в середине девятого века род Куннады по мужской линии прервался. Это было в 844 году. Трон Гвиннада захватил Родри, который был женат на одной из представительниц дома Куннады. Но не той ветви, к которой относились предыдущие короли, а вот как раз к той, которая берет начало от Кередига. Мать Родри была сестрой короля Поуиса. И когда вот тот король в 855 году умер, во время паломничества в Риме, к сентября, то Родри предъявил свои права и на трон Поуиса. А в 871 году, или к этому году, он присоединил к своим владениям еще ряд земель между Поуисом и Диведом. И таким образом стал владельцем более половины всего Уэльса. Вошел в историю как Родри великий. Он погиб в битве с викингами в 877 году. У него было несколько сыновей. Старший сын Анараут унаследовал корону Гвиннадо. Это север Поуиса. Средний Каделл получил Сейсиллуг, то есть западную часть. А младший Мервен получил Поуис, то есть восточную часть. Каделл вскоре присоединил к своим владениям Дивед. И вот объединенное королевство из Сейсиллуга и Диведа стало называться Дейхебард. Анараут и Мервен признали себя подчиненными по отношению к королю Англии Альфреду Великому. Ну тогда еще королю Уэссекса формально. Это было примерно в то время, когда Уэссекс восстанавливается после вот того критического момента, когда его почти там добили викинги. Но вот это как раз время экспансии Уэссекса и усиления Альфреда. Значит, данные противники, соответственно, Альфреда в отместку убили Мервена. Это было около 1900 года. И воспользовавшись моментом, Каделл захватил Поуис. Хотя, по другим сведениям, там продолжал править сын Мервена Левелин. В 1909 году он умер. И в обоих королевствах Каделлу наследовал его сын Хивал Добрый. В 1915 году умер король Гвинда Анараут. И корона получил его сын Идвал Лысый. Значит, оба этих короля признавали верховенство Эдуарда Старшего. Когда королем Уэссекса стал Этельстан, который формально первым стал и королем дальше Англии, то они продолжали, не продолжали, вернее, признавать себя его подчиненными королями, а поддержали коалицию против Этельстана. Но вот король Англосакса поддержал верх, и Уэсс должен был уже тогда признать его верховенством. В 1940 году Идвал Лысый погиб, и верховным королем Уэльса стал Хивал Добрый. Он в 1942 году также унаследовал Поуис. То есть у него был уже к тому времени Гвинет, Дейхебарт и Поуис. А также, значит, еще три небольших королевства к юго-востоку, вернее, к югу от Поуиса он захватил. И только самый юго-восток Уэльса не принадлежал ему. Но в любом случае Уэльс называет Хивала Пендрагоном Уэльса, то есть верховным королем. И он сделал немало для государственного строительства. В частности, при нем был составлен свод законов на основе обычного права. Умер Хивал Добрый в 1948 году. И Оуэль подчеркивает, что он был одним из немногих королей в Уэльсе, который умер своей смертью. Но мы дальше в этом еще убедимся. После смерти Хивала, Оуэль дает 1948 год, а по другой версии это 1950 год, в Уэльсе разразилась междоусобная борьба. С одной стороны, были два сына Идвола Лысого, Иаго и Идвол младший. Его еще называют Иеяв, что значит, собственно, младший. А с другой стороны, были три сына Хивала Доброго, Родри, Оуэль и Эдвин. Значит, Иаго и Иеяв захватили север Оуэльса, то есть Квинет и Повыс. Ну, во-первых, это были наследные земли их отца, Идвола Лысого. А во-вторых, они все-таки были представителями старшей ветви в роду. А сыновья Хивала закрепились в Южном Оуэльсе. Ну, и были категорически не согласны с претензиями предыдущих своих таких троюродных братьев. Ну, в 949 году они потерпели поражение от северян в битве при Карну. Ну, хотя в последующее десятилетие там еще совершали набеги на земли с севера, доходили аж до Конви. Но все равно Иаго и Иеяв отстояли свое превосходство. И, в конце концов, сыновья Хивала смирились с этим. Впрочем, далее Иаго и Иеяв переругались между собой. И Иаго в 964 году избавился от своего брата. То ли он его убил, то ли ослепил. Но и вот после этого 10 лет правят уже самостоятельно. В 974 году сын Иеява Хивал свернул своего дядю Иаго с престола Гвинеда. Иаго обратился тогда к королю Англии Эдгару. Который, вроде бы, помирил его с племянником. Но в 980 году Иаго то ли был убит, то ли ослеплен. В общем, Хивал стал править сам. Правда, против него выступил сын Иаго, Константин Черный. Он заручился поддержкой викингов, но Хивал отразил удар и убил Константина. А в 985 году сам Хивал пал от рук англосакса. И ему наследовал его брат Кадвалон. Который уже в следующем, в 986 году, был убит своим кузеном Марадидом. То есть видим, что в основном короли погибали, умирали насильственной смертью. Мало кто умирал от старости. Значит, Марадид был сыном Оуайна. Значит, который, напомню, был сыном Хивала Доброго. То есть он из южной части происходил. Значит, Оуайн пережил братьев и правил в Дейхебарте. А по линии матери Марадид был также наследником короля Поэса Левелина. Который правил еще до Хивала Доброго. Но не оставил сыновей. И таким вот образом Марадид имел права на Поэс и по отцу на Дейхебар. А в 986 году он покорил Гвинет и убил короля Кадвалона. Значит, ну а потом он наследовал уже Дейхебар от своего отца. Таким образом, в конце 10 века Марадид стал верховным королем всего Уэльса. Правда, у него еще были племянники. Потому что у него был старший брат Эйнион. Который погиб раньше. И вот племянников Марадид от власти отстранил. И правил сам. На 20 лет потом наступает какое-то такое время, что непонятно было, что там происходит. Потому что Оуэн пишет, что в 995 году Марадид при Лоландуме потерпел поражение от Идвола. Который был внуком Идвола Лысого. То есть, возможно, у Идвола Лысого, кроме Иага и Иеява, был еще сын Мейвик. И вот у него был сын Идволу, который победил Марадид. И этот Идвол стал править в Булиннеде. Но его убил Свенвелом Бороде в 998 году. Но Марадид был побежден, но не убит. Он умер в 1000 году. И далее Оуэн переходит к правлению Левелина, который был женат на дочери Марадид. Но это было позже. А Википедия пишет, что Марадид умер в 999 году. Оставаясь до самой смерти королем Гвиннеда. А трон далее там перешел к Инану. Сыну убитого в 985 году короля Хивова. Таким образом, к власти вернулась там прежняя династия. Вот эта вот серная, которая была дома. Но в 1005 году в Гвиннеде уже правил некий Айдан. Непонятно, откуда он там взялся. А в Дейхебарте, может только в Диведе, к власти приходит некий Райн из Ирландии. Тоже как бы не связанный с королевским домом. Но с другой стороны, с 1005 по 1018 год Википедия пишет, что были активные племянники Марадид, сыновья его старшего брата Эйниона, Эдвин и Кадел. И возможно, на юге Уэльса правили именно они. А уже в 1018 году их свергает Левелин. Вот тот самый человек, который был женат на дочери Марадид. И в том же году Левелин победил и убил Айдана в Гвиннеде. То есть вот две такие версии. У Уэль на одна, у на Википедии другая. Но в любом случае они сходятся в том, что с 1018 года Левелин объединяет под своей властью Гвиннет, Пуэльс и Дейхебар. Он был из дома Родри через свою мать. Вот как по матери он правнук, старшего сына Анауда, короля Гвиннеда. А женат был на дочери Марадида. То есть вот это вторая его связь с домом Родри. Но вот Марадид же происходил от Родри по другой линии. От второго сына Каделу. Значит Левелин правит в Уэльсе до 1023 года, когда его убивают сыновья Эдвина. Вот те самые племянники Марадита, которых тот отстранил от наследования трона Дейхебарта. И вот почти через 40 лет они возвращают принадлежащие им по праву Южный Уэльс. А на севере стал править Иага. Согласно Оуэну это сын того самого Идвала, который убил Марадита. То есть представитель старшей ветви дома Родри. Впрочем, согласно Википедии там другая картина. В Южном Уэльсе сыновья Эдвина Хивал и Марадит стали править в Дейхебарте лишь с 1031 года. А до того в 1023-1031 годах там власть узурпировал Риддрх. Король Марганнуга. Это вот одно из королевств на юго-востоке Уэльса, которое дом Родри не контролировал. Вот то, о котором до сих пор мы не упоминали. Вот там было их несколько, но этот Марганнуг появляется сейчас в нашем повествовании. Значит, у Левелина был сын Гриффит. Но не совсем понятно, почему он не наследовал земли отца. Возможно, он был еще в 1023 году маленьким. Тем не менее, в 1039 году правивший в Гвенеде и Повесе Иага был убит. И вот Гриффит, сын Левелина, захватывает власть на севере Уэльса. В том же году он одерживает победу над армией Мерси. Вероятно, что Гриффит сам первый напал на пограничные земли Англии. Брат Эрла Леофрика, Эдвин, повел войско, чтобы наказать Уэльс. И вот у Рид и Гроэс бриты наголову разбили англичан. Эдвин погиб в бою. Эта победа позволила Гриффиту завоевать огромный авторитет в Уэльсе. И в 1041 году он нападает на Дейхебард, где правил Хивал. Разбивает его, забирает себе его жену. И объединяет под своей властью три королевства. Уже Гринед, Повес и Дейхебард. И таким образом становится верховным королем Уэльса. Или какого он называет Пендрагоном. Но Хивал не сдался. Он бежал в Ирландию. Получил там поддержку. В 1044 году попытался отбить Дейхебард. Но Гриффит его разбил руки. На юге Уэльса, тем не менее, Гриффит правил недолго. В 1047 году из Дейхебарда его изгоняет его тезка Гриффит. Сын Риддерха. Риддерх это был родом из Марганнуга. И Гриффит Ап Риддерх правил после отца в Марганнуге. А Гриффит Ап Левелин продолжает вмешиваться активно в английскую политику. После известного инцидента с рыцарями Тусташа де Булонь, именно Гриффит инициировал опалу Эрла Годвина. Умело играя на противоречиях между ним и королем Эдуардом и другими Эрлами. В частности, Эрлом Мерси и Леофриком. И вероятно, целью Гриффита было ослабить Англию. Потому что Англия представляла большую угрозу для Уэльса. Была его главным врагом. Но тем не менее, альянс между Гриффитом и домом Леофрика стал постоянным. Также постоянной стала и его вражда с домом Годвина. Когда Годвин и его старший сын Гарольд возвращаются в Англию, восстанавливают свое влияние. То между ними и Гриффитом, который был в союзе уже с сыном Леофрика Эльфгаром. Происходит целая череда таких пограничных стычек набегов. Это 1502-1056 годы. И параллельно Гриффит еще усиливает свое влияние Уэльса. Дело в том, что он в 1055 году разбивает и убивает Гриффита от Риддерха. Возвращая себе Дейхебар, а в следующем, в 1056 году, еще и присоединяет к своим владениям Марганук. И фактически это объединение всего Уэльса под властью одного короля. И уже в 1057 году Гриффит Ахул-Левелин становится первым и единственным королем Уэльса. А союз между ним и Эльфгаром был закреплен брачными узами. Гриффит женится на дочери Эльфгара. А когда в 1057 году старый Эрл Леофрик умер, Эльфгар поначалу не получил же Мерсию. Там были противодействия Гарольда и его браки. И вот тогда Эльфгар обращается к Гриффиту за помощью. Тот помогает ему стать Эрлом Мерсии. А после смерти Эльфгара Гриффит также поддерживает права его сыновей. Ну, в частности, старшего сына Эдвина, который стал Эрлом Мерсии в 1062 году. Ну, а второй сын Маркар, который в будущем будет Эрлом Нортумбрии. Значит, Эрл Уэссекса Гарольд, старший сын Годвина, был, соответственно, врагом Гриффита. И, воспользовавшись смертью Эльфгара, малолетством Эдвина, Годвин убедил короля Эдуарда Исповедника разрешить ему вторжение Луэсс. В конце 1062 года Годвин попытался с небольшим конным отрядом внезапно захватить Гриффита в его столице. Но Гриффиту скользнул. Причем чудом скользнул. А уже в мае 1063 года идет большое вторжение. Годвин во главе флота. Его брат Тостик Эл Нортумбрии наступает по суше. И Оуэн пишет, что они также заучились поддержкой сводного брата Гриффита. Вероятно, это Бледдин, который сменит Гриффита на троне Гриннера и Поуэльса. Он был по матери братом Гриффита, но от другого отца. Значит, в августе того же 1063 года Гриффит был убит своими собственными людьми. Бледдин, его сводный брат, правил на севере Уэльса. И он правил и до, и во время, и после нормандского завоевания Англии. Но его потомки уже не могли удержать оба северных королевства. Их линия продолжалась лишь в Поуэсе, Где правило до конца 13 века, когда Уэльс был присоединен к Англии в правлении Эдуарда I. Вот из той же линии происходит Оуэн Глиндур. Последний претендент на титул принца Уэльского из королевского дома. Ну, можно сказать, Родви. Хотя он, потому что и Гриффит, и Глиндин, они же были потомками Марадиды лишь по линии матери. То есть и Оуэн Глиндур, он тоже по женской линии там был представителем дома Родви, не от отца. Значит, что касается Гвинда, то после Бледдин там вернулась к власти старшая линия дома Родви, Которая, напомню, идет от Анарауда. В 1081 году там получил корону Гриффит Ап Кинан. Внук того самого Иага, которого в 1039 году свергнул Гриффит Ап Левелин. Вот этот Гриффит Ап Кинан был выдающимся правителем, который смог противиться нормандской экспансии Уэльс в начале 12 века. Ну, а норманды, естественно, попытались также захватить Уэльс после того, как они закрепились в Англии. Значит, потомки Гриффита еще два века правили в Гвиннете. Один из них Левелин Великий объединил Гвиннет и Пуэс в середине 13 века. Его внук, тоже Левелин, получил прозвище Последний, потому что в его правлении в 1282 году король Англии Эдуард I окончательно покорил и присоединил к своему королевству Уэльс. А титул принца Уэльского дал своему новорожденному сыну Эдуарду II. Вот есть легенда, что он собрал Уэльских знатных людей и сказал, что признайте себя моими вассалами. Те сказали, хорошо, признаем, но если нашим принцем будет человек, родившийся в Уэльсе и не знающий ни слова, ни по-английски, ни по-французски. Эдуард I сказал, да, хорошо, пожалуйста. Те признали, и Эдуард I принес им своего новорожденного сына, будущего Эдуарда II. Он родился на севере Уэльса как раз тогда. И естественно, как младенец он не говорил ни на каком языке, не знал ни слова, ни по-английски, ни по-французски. И так Эдуард стал первым принцем Уэльским уже вот в королевстве Англии. Значит, на юге Уэльса, в Моргануге, через некоторое время после гибели Гриффида Априлелина, возвращается династия старых королей. Ну вот с 1084 года там правил сын Гриффида Апридерха. Но к концу 11 века Моргануг был покорен норманами. А вот следующее королевство, Дейхебард, на самом юго-западе Уэльса, сохранялся, значит, по крайней мере до начала XIII века. И к власти там пришли потомки Эйниона. Правда, не по линии Хивала, которого свергнул Гриффит Априлелин. Там сначала правили сыновья брата Хивала, Оуайна, их звали Марадид и Рис. А затем их сменил сын двоюродного брата Хивала, Теудура, и его звали тоже Рис. Вот этого Риса Ап Теудура идет линия. Из них там вот был такой Рис Ап Гриффит, великий правитель Дейхебарта во второй половине XII века. А теперь вот, собственно, та часть, история, которая дала название этому выпуску. От Риса Ап Теудура идет длинная линия, которая по женской линии проднилась с домом Левелина Великого. А во второй половине XIV века заканчивается на двух дочерях. Маргат и Эллен. Сыном Эллен был тот самый Оуэн Глиндура, которому речь шла выше. А Маргат вышла замуж за некоего Тудура Ап Горонви. Этот Тудур был потомком Эднифеда Фичана. Сенешаля королевства Гвинн открыл Левелине Великом и его сыне. А женат этот Эднифед Фичан был на дочери короля Риса Ап Гриффита. Так что Тудур Ап Горонви также по женской линии происходил с дома Ротари. Вот у Тудура и Маргат родился сын Марадит. У него сын Оуэн, который взял в себя фамилию по имени Деда Тудур или же Тюдор. Внук сэра Оуэна Тюдора Генрих был видным представителем снатия Уэльса во время войны Алой и Белоруссии. Вообще он сам поддерживал дом Ланкастеров, но был женат у наследницы дома Ротари. И в августе 1482 года, победив на поле боя Ричарда III, он по праву завоевания стал королем Англии Генрихом VII, основателем династии Тюдоров. Так, примерно через тысячу лет после начала англосаксонского покорения Британии, через почти 500 лет после смерти Эйниона, внука Хивала Доброго, через 200 лет после окончательного присоединения Уэльса к Англии, на трон королевства возвращается потомок королевского дома Бритов. О чем и был наш рассказ о возвращении короля. Я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, присоединяйтесь к моему сообществу на патрон. И до следующего выпуска. До свидания. Продолжение следует...